Мы с вами находимся на перекрестке улиц Московской и Университетской. Большинство саратовских водителей знают этот перекресток как вечную пробку. Какова здесь особенность организации движения? На участке Университетской между Большой Казачьей и Московской машину движутся в два, а то и в три ряда. И после Московской уныло плетутся в один ряд. Здесь создается своеобразная бутылочная горлышко, куда эти два или три ряда уместиться просто не могут. Причина? Причина та, что по Университетской на участке между Московской и Большой Горной один раз в 20 минут проезжает троллейбус. Скажу сразу, что саратовские общественники, которые озабочены дорожной ситуацией в городе, неоднократно обращались к администрации, к руководству нашего мегаполиса с просьбой перенести троллейбусный маршрут с улицы Университетской на улицу Астраханскую. Так как, во-первых, здесь создается постоянная пробка, и во-вторых, потому что на улице Университетской фактически нет ни одного социально значимого объекта, куда бы люди могли стремиться. А по соседней улице Астраханской находится сенной рынок, крупный торговый центр Интека и, по-моему, тюрьма. Куда на троллейбусе номер 10 можно возить передачки бывшему сити-менеджеру, отвечавшему в том числе и за организацию дорожного движения. Ой, извините, он пропал без вести, и его место в этом здании пока пустует. Троллейбус движется в режиме подземного метро, но при этом создает просто-напросто помехи для движения автомобилистов, движущих в сторону Ленинского района. Чиновники обещают перенести маршрут 10-го троллейбуса, движущегося в сторону вокзала, на улицу Степана Разина. Как видим, улица Степана Разина достаточно широкая и не сильно загруженная транспортом. Но здесь отсутствует, во-первых, контактная сеть, строительство которой могло бы стать хорошим поводом для чиновничьего распила. Во-вторых, на ней нет ни одного социально значимого объекта, куда могли бы стремиться пассажиры. Вообще, схема движения троллейбусного маршрута номер 10 построена крайне нелогично. Вот здесь вот, на углу Большой, Горной и Университетской, троллейбус поворачивает в сторону Синного рынка, хотя вероятность того, что житель привокзального микрорайона будет передвигаться в район Синного, крайне мала. А вот житель 6-го квартала, или района, вообще Ленинского района, скажем так, вероятность того, что он будет двигаться в район расположения социально значимых объектов на улице Астраханской и Ксинному рынку, гораздо более высока. То есть, что нужно сделать? Сделать, чтобы троллейбус 10-го маршрута пересекал перекресток улицы Большой Горной напрямую и уходил в Ленинский район по проспекту 50 лет Октября. А троллейбус, движущийся из Ленинского района, доходил до Синного рынка и дальше двигался по улице Астраханской. Поворачивал на Московскую и прибывал к вокзалу. Но об этом, к сожалению, думать никто не хочет. То есть, я понимаю так, что никто не хочет думать о нашем благополучии. Более того, этот маршрут имеет, предложенный мной маршрут, имеет контактную сеть и все возможности для доставки жителей нашего города к важным инфраструктурным объектам.